приветствую всех кто смотрит подписан на этот канал пользуясь ситуации решил с вами поделиться методом разметки который вам поможет в любой ситуации снять размеры то есть конкретно снять размеры контура сложных объектов этот метод разметки вы не встретите скорее всего на ютубе потому что этим методом основном пользуются столяра корабельщики и для них этот метод ну скажем так почти как их не тайна фишка как вы наверное понимаете что на яхтах из-за формы самого судна яхты то все что в середине это практически прямое а все что по бокам она имеет сферическое как горизонтально так и вертикально и в этом чтобы подогнать материал четко по краям вдоль бортов вдоль стенок скажем так и нужно как правило очень сложной ситуации то простым таким примерно примитивным методом как мы там привыкли положил там что-то приложил прочертил этот метод он не работает потому что везде прилегание и убирание материал происходит по-разному поэтому этот метод очень удобен и он я его использую конечно на при работе на яхт но также использую и в простой солярки в ситуациях где очень сложные надо снять размеры снять вот эти контуры какого-то объекта чтобы потом выпилить материал который точно совпадает с этим контур покажу вам на примере вот такого проекта значит как видите занимаюсь сейчас изготовлением шкафа в ванную комнату и здесь у меня будет стенка и здесь будет стенка и мне нужно чтобы стенка верхняя часть стенки она повторяла контур умывальника то есть чтобы как можно меньше влажности попадала из скажем так из пространства шкаф поэтому желательно чтобы стенка скажем так вот эта верхняя часть она максимально прилагаем прилегала бы к раковине для этого я установил два деревянных угольника который мне дает скажем упор на нем я установил вот такую вот размер разметочную панель куда это 3 миллиметра арголит или мдф тонкий мдф не надо толстый брать или желательно чтобы он был светлого цвета потому что на нем будет идти разметки очень удобно когда он имеет светлый светлый цвет или там берете какой цвет цвета мдф то есть или скажем даже просто арголит белый арголит который знаете вот и задней стенке от шкафов точно тоже хорошо помогает и поскольку меня стенки уже выпилены под размер поэтому я могу ориентироваться как базовые грани то есть могу вот эту плоскость использовать как базовую грань и вот эту переднюю часть как переднюю часть стенки поэтому эту эту грань я могу использовать как базу это очень удобно при позиционировании там вот это разметочной панели потом я закрепил как видите эту панель я немножечко вот выпилил с таким зазором так грубо выпилил чтобы мне поближе подобраться к к этому скажем как раковине да но это не обязательно это можно просто даже просто взять длинные широкий лист арголита просто закрепил его сюда и уже от него идти работать вниз снимать вот эти размеры то есть но в данный момент я немножко упростил и попро сделала таким образом на яхтах обычно работают как бы лицевая и изнаночная сторона то есть вся разметка происходит на лицевой стороне то есть и когда кладут шаблон и делают разметку то весь вся разметка вся чистовая пиление под подгонка она все идет на лицевой стороне чтобы идеальный подгон был на видимом месте но поскольку на яхтах у них не только сферическая идет горизонтальном также вертикально то после выпиливания после выпиливания контура точно подгонки контура потом снимают нижнюю часть убирают нижнюю часть там стачивать нижнюю часть подгоняет так чтобы нижняя часть была меньше уходила вниз соответственно а верхняя часть в этом на контур он оставался не до трон не тронутым поэтому и тем самым подгоняя все больше и больше то есть это поскольку идет разметка потом идет берешь маленький рубанок и подтачиваешь подтачиваешь подгоняя чтобы эту часть немножечко убрать и верхняя часть пошла вошла в соприкосновение со стенкой то есть получалось бы идеально контур идеально подходящий панель к стенке стенки скажем так яхты для работы по этому методу вам потребуется вот такая вот панель разметочная какая-нибудь на которую будете наносить размеры потом я будет переносить на основной материал и нужны вот таких вот два шаблончика обычно два потому что в каких-то ситуациях маленький работает лучше подобрать каких-то работает длинный куда лучше подобрать особенно если какая-то форма которая сложно подобраться например у меня лежит панель здесь а мне нужно подобраться к этому углу поэтому длинный шаблон он очень много себя лучше показывать скажем чем там что-то вырезать хотя конечно можно просто вырезать еще дополнительно какой-то по форме иногда говорю каждый раз ситуация она будет по разному поэтому эти шаблоны у них нет конкретного размера потому что он в данным проект я например выпилил так что у меня он хватал для моей работы если другой ситуации там мне нужен длиной я могу выпилить тут же на месте можно вырезать новый шаблон допустим длинный опять же вырезал из тонкого мдф размеров у него вот примерно ну я сделал на возьмем там базу 40 миллиметров ширина но длина я опять сказал может быть разная со временем если вы часто этим будет пользу может у вас просто будет набираться какое-то количество шаблонов и просто хранить их с собой и когда на проекты будете там можете просто смотреть и менять обычно удобнее работать двумя шаблонами они там тремя четырьмя просто двумя шаблон выберем какой какой из двух и ими работает значит шаблон делает очень простой то есть ну скажем так вот этот у меня 14 сантиметров этот 25 сантиметров до все очень просто 40 миллиметров ширина здесь угол 45 градусов и вот и вот такая форма самое важное в этом шаблоне это отсутствие симметрии то есть правая сторона она не должна быть копировать левую страну то есть она даже мы они должны быть разные то же самое и на этом то есть у этого и должно быть такое уже про такой же форма как и на этом шаблон это всегда все будете делать разные шаблоны то следить так чтобы вот этот патрон и зор это произвольно это не обязательно такую форму просто это вот свое время меня так научили я просто повторяю что-то подобное хотя это все произвольно но главное чтобы правая сторона и левая сторона они были одинаковые потому что когда работаешь этим шаблоном его можешь предлагать прикладывать так а может прикладывать и так поэтому не должно быть когда уже есть работа сошел шаблоном то при ла прикладывал к материалу можно его так перевести но если допустим из-за своего угла например не не подобраться и надо перевернуть то можешь перевернуть и повторить этот шаблон по новой и поэтому вот эти право и левое скажем так правая и левая сторона не должны быть одинаково то же самое это они даже не должны быть похожи потому что если вы не будете все время работать двумя шаблонами и все менять то потом когда будет переносить это те размеры на материал вам будет проще понять какой какой шаблон данный момент вы используете конечно еще очень также удобно себя подстраховать на что потому что когда очень сложный объект иногда вот эта панель она прям вся исчерчена линиями от после этого шаблона иногда очень тяжело понять какая линия какая поэтому очень удобно допустим используя не только вот эти ну вот этот формы этих шаблонов разные но также удобно еще используют например разные цвета ручки например я обычно размещивая ручкой можно взять там красную черную там разных цветов тогда проще будет понять что это работал допустим красной ручка это работал черной ручкой быстрее понимаешь пока на когда находишься на в процессе размера принцип очень простой просто прикладываем наш шаблон как точке то есть нам нужно взять как можно точка точек как можем больше точек не скажем называть компьютеры вектора взять это как можно больше количества точек с ней снять их с размера со своего объекта перенести позицию этих точек на свою размещенную панель примеру но поскольку у меня этот край уже вровень с тем размером котором не будет шкаф находиться поэтому отсюда меня снимать нет смысла у меня уже это . вот эта . исходно она уже есть вторую точку меня надо взять вот здесь но она висит скажем так в воздухе да но я отсюда перенес точку на раковину вот эту линию вот эту плоскость поэтому первую точку которая буду брать это буду брать уже точку с раковины поэтому беру какой-нибудь шаблон данном случае беру длинный шаблон уши коротки я буду использовать в этом месте потому что стоит корон длинным шаблон здесь работать будет неудобно поэтому использую будет здесь будет с полиса коротке а в этих удаленных места буду используют длинную вот берут этот этот шаблон свой и вот эту точку я ставлю на линию на скажем на точку которую вот здесь у меня соприкосновения скажу одну линию которая линия выходит с моего вот скажем так стала она если сюда переходит у меня здесь вот линия которая показывает что у меня вот здесь вот верхняя часть вот моей столешни то есть я в эту точку переношу свой шаблон его прижимаешь и при помощи ручки я просто делаю расчерчиваю вот этот контур этого шаблона хочу конечно сразу сказать что на вертикальных конечно с работы немножко сложнее обычно это все происходит на на горизонтальных плоскостях вот верит так вертикально это немножко такая это посложнее потому что здесь надо и шаблон держать и удерживать и расчерчивать и но тем не менее все равно возможно первую точку я перенес как видите эта точка у меня зафиксирована на моем щите потом вторую точку допустим можно взять например здесь ну расстояние между точками ну знаете зависит от того же от опыта может чем как сказать чем больше точек чем конечно более удобнее округли будет это эта траектория но скажем так если пример есть разные методы у кого есть разные возможности как например не специально гибкая линейка я могу гибко линейка подложить и соединить точки которые допустим на расстояние там трех четырех сантиметра пяти сантиметров друг от друга находится ну допустим возможно примеру ну там три сантиметра от точки то есть то той точки который я замерил примерно три сантиметра прикладу опять шаблон для удобства я пока показываю что взять здесь вот сделал точку опять начинаю я опять перевожу можете вот эту часть рисовать можете не рисовать главное главное рисовать вот эту часть вот отсюда досюда главное это рисовать а вот эту там скошен но не обязательно рисовать она там мало чего дает потому что главная ориентацию дает именно шаблон нарисованный сверху да вот я опять вторую точку опять перенес на опять переходим вторую третью точку допустим опять три там примерно три сантиметра опять отступил вот она у меня а с предыдущей точки у меня три сантиметра опять поставил опять перевожу эту точку то есть проекцию это . вот это координация координаты этой точки я переношу на свой разметочный шаблон удобно еще том что поскольку нету этих несимметричные вот эти формы есть то я могу допустим нужно ситуация может могу так перевести увидите почему я сделаю так что может так потому что например я сейчас вот расхожу из этого да вот время сейчас сюда пойду то надо мне уже заводить сюда да уже больше потому что у меня шаблон уже так лучше конечно если удобно самое удобное если когда возможность есть шаблон позиционировать на меня как можно перпендикулярнее это намного проще но если такой ситуации нет например не хватает площади разметки то можно допустим скошенная там где но не так что прямо вообще вот так вот скошен то есть нет уже смысла нет тогда проще взять короткий шаблон и сделать таким раз разметки коротким шаблоном то есть я перенес вот эту точку следующая точка у меня опять там три сантиметра ведь она уже начинает меня мешать я могу конечно вот так опустить но уже это становится неудобно поэтому беру маленькую маленький шаблон я могу вот так поставить могу так неважно пример опять ставлю примерно 3 сантиметра от предыдущей точки примерно я показал здесь опять беру в этот раз возьму допустим карандашом а в виду карандашом не буду я ручка водить чтобы разница была видно было что это был маленький шаблон но в принципе то и так видно вот так я уже перенес эту точку потом переношу опять опять примерно три сантиметра конечно немножко заму на три сантиметра но тем не менее удобно опять переношу а потом опять опять три сантиметра где-то примерно здесь вот там 35 сантиметра можете допустить если чувствуешь что что допустим что слишком много на она нарисованы что уже начинаете хотя очень сразу сказать хочу сразу сказать что когда начинаешь вот рисовать кажется что господи что же он тут такой нарисовал как тут разобраться но на самом деле к начинаешь кладешь это на материал и кладешь постепенно выкладываешь вот этот шаблон один за другим следы вот этим контуром то оказывается на деле и так это не то не так и сложно понять вот именно не сложно понять контур вот этих шаблонов вот этих рисунков которые сделаны на скальных рисунков потому что если вы допустим даже когда будете допустим какую-то траекторию поймали допустим вы когда будете шаблон класть то есть его одну траекторию положили а там 2 автоматически автоматически уже повторяет это и ну допустим возьмем до 5 здесь сюда допустим здесь уже немножко своя но возьмем допустим также для перебить вот эти контура рисунок чтобы немножко друг друга удобно когда рисунки немножечко себя перекрещивает потом и конечно проще их находить они тоже никогда не практически в одном направлении находится вот так потом сюда переношу опять там три сантиметра примерно до сюда опять приложил прижался . вот эту поджал . опять пошел сюда сюда вот так можно конечно дальше видите поскольку я вырезал эту панель вот по форме то есть у меня в принципе могу даже одним только маленьким шаблоном здесь вот работать и можно можно все это дело сюда перенести и все это сделать при помощи малыш ну возьму опять вернусь на длинный шаблон поскольку я начался длинного шаблона вернусь опять на длинный шаблон опять перехожу к этой точке который мне здесь вот нужно как и с этой стороны подвожу шаблон к этой точке и уже ручкой обвожу этот шаблон у меня одна сторона и другая стран поскольку видите сама раковина тоже сферическая и мне нужно приятно с другой стороны тоже получить точный размер своей точный размер тоже вот эта траектория то есть чтобы здесь прилегала и с другой стороны тоже аккуратно все прилегало например потому что обе части находится на виду и нужно чтобы из этой стороны было аккуратно прилегала к панель прилегала к этому объекту то поставь делаешь все то же самое то есть повторяешь то же самое то то все просто переворачиваешь на другую сторону, берешь какую-нибудь другую деревяшку, ну, щит какой-нибудь другой, переставляешь с другой стороны, и то же самое, с другой стороны переносишь все эти размеры, как и с этой стороны, с другой стороны переносишь эти размеры. И потом, когда начинаешь перелакроладывать на этот щит, то есть с лицевой стороны этот щит кладешь, а с изнаночной кладешь другой щит, который ты разметил. И после этой разметки начинаешь там отпиливать сначала лобзиком примерно миллиметр от линии, который ты начертил и потом уже начинаешь там уже шлифовать или выгоняешь потому что уже получать чтобы совпало контур с передней части и задней части они совпали вместе то есть тот тот изменение то есть вот это скашивание потому что с одной стороны будет один размер а например с другой с другой стороны то есть надо чтобы эти эти траектории они между собой совпали да поэтому можно ты и перемене перенести на другую сторону сделать по новой большего работы но когда аккуратно работаю очень нужно то иногда приходится и этим к этому прибегать но сейчас я размер этот снял с со счета с этого места я снял теперь мне нужно этот эту панель положить на свою рабочую нас вы на свой материал скажем на этот на эту стенку которую буду пилить и начинаю буду переносить этот размер на свой материал и так у меня будет передняя часть она у меня вот здесь передняя часть я кладу ее сюда то есть это перед перед передняя часть моего шкафа до сюда кладу начинаю опять повторяет ту же самую историю с этим самым с этим шаблоном кладу шаблон на мою траекторию которая совпада совмещает траектории нарисованы на моем разметочном столе на панели и переношу размер сюда 8 полосочка или крестиком то есть я знаю что отсюда будет уже идти траектория но потом следующее начиная допустим сюда вести нарисована ручкой знаешь я знаю что это большой шаблон идет пока поэтому сюда перехожу опять же переношу сюда от размер то есть конечно я смотрю сверху на вертикулярность на материал и на нашу точку конечно размер это такое знаете не как в компьютере точно он дает долю более точную позицию и потом уже я когда говорю когда буду выпиливать я буду выпили примерно один миллиметр до этой линии потом я буду ее уже подгонять при помощи там на в данном случае на шлифовальной машины ленточной шлифовальной машины подгонять это под размер или там обычно бы на наружные там где-то делать рубанком маленьким рубанком и постепенно подгоняешь уже точно под размер потому что то есть что снять размер прям что там да и отпилить еще поэтому чтобы прямо совпало сразу это найти иногда получаются иногда нет поэтому эти я начал уже переносить эти точки наш все у меня ручкой размечены здесь закончилась но перенесу я допустим допустим вот это тоже меня ручка на нарисована поэтому я сразу перенесу эту точку тоже сюда вот отсюда начнется вот это изгиб лити ну а начинаю потом перехожу опять на разметка в маленьком шаблон то есть у меня размечен карандашом то есть опять кладу под свою разметку то есть этот метод очень хорошо тем допустим не то что на яхтах допустим когда вам нужно очень сложное что-то сложный контур сделать из вырезы там на на полу или что-то где-то например там туалет прям туалет например горшок 1 обвести таскан найти контуры этого этого или там еще чего то то есть можно именно при помощи таким на методом можно найти вот эти собрать эти точки и сам эти точками с собой соединить и потом их выпилить и получи получится очень аккуратный точный контур прилегания шкафа что удобно если вы например нарисовали карандашом там ручкой можно взять например бензинчиком взять все это стереть или там если просто арголит там пусть может просто шлифмашинка пройти слегка из сошкурить вот эти все разметки и по новой использовать то есть это постоянно можно по нову использовать эти листы могут быть разными они могут большие зависит от того какой объем их можно все время то есть это подручное время на материал то есть ничего специально специально здесь не нужно для изготовления вот именно такого чтобы снять и такого шаблона ну а теперь надо мне соединить вот эти траектории значит конечно можно по-разному обычно мы делаем разметку при помощи к скажем так вот у меня есть вот такая гибкая шина до для фрезеровки она хорошо помогает для вот именно рисование вот таких сложных поверхностей да если вас позволяет возможность можете конечно прикрутить шурупами и отфрезеровать эту часть если это чистовая как про обычно мы привыкли чистовая поверхность поверхность конечно к ней ничего крутите никак шурупами ничего крутить нельзя поэтому надо будет просто поставить на траекторию и потом просто изгибая изгибая вот эту линейку просто да можно подгонять раз вот эти все эти траектории точки то есть не обязательно за один раз то есть это можно допустим примеру то у меня вот сюда . идет она сюда поймать ее будет очень сложно то есть можно допустим взять наполовину примерно я взял сейчас я покажу линейка конечно очень тугая поэтому поэтому говорю чем больше точек тем удобнее это делать потому что если из изгиб идет вот такой какой то поймать прямо одну траекторию может быть очень сложно поэтому проще допустим поймать несколько точек допустим 45 точек вот например поймал я вот это 45 точек до которые перекрестий я взял это самое я взял разметку сделал потом раз пошел дальше поймал допустим опять 45 точек вот этих между собой поймал одну линию скажем который пересекает эти четыре точки 1 то 5 тоже перешел сюда то опять же здесь идет очень сильный загиб поэтому надо вот эту тугую линейку так согнуть чтобы она пересекала вот эти вот разберу три точки допустим ну и последние вот эти три точки надо вот эти соединить до которые вот эти 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 вот так то есть у меня у получился вот такая вот такая сложная траектория по . ну там по-разному люди иногда кто-то зависит если большой какой-то объем там обычно берут какой-то тоненькую речку такой два-три миллиметра речку там иногда гвоздиками там приходят прихватывает вот так сгибают по точкам и это самое расчерчивает это зависит от того какие возможности какие ну и соответственно если если позволяет возможно можно прикрутить шурупами от фрезеровать эту траекторию конечно еще проще будет но я буду пилить лобзиком поэтому мне не обязательно такую точную траекторию сейчас пилить лучше всего конечно пилкой вот который без прямым прямыми зубами который без сколов и поэтому самое главное конечно это верхняя часть но если замечаю что допустим у если красный дерево там ахагон пили что учит надо смотреть обязательно чтобы он при помощи не не скалывал края особенно на поперечных попали поперечным пиление поэтому если замечаете пилить и замечает что начинает скалу это лучше перейти на опилку которые зуби вниз чтобы чистовой край не скалывался ни при каких обстоятельствах то есть лучше пусть он будет без скола потому что иногда скол может быть такой большой что он даже обтачивая все равно сколы остаются на виду поэтому проще ну и соответственно конечно если очень маленький забор конечно будет использовать другую пилку более узкую чтобы для более гибких маленьких радиусов вот я отпилил вот я отпилил вот эту траекторию как видите я да кстати хочу сказать я сейчас просто поскольку делаю вот шкаф этот в ванной он будет висеть на стенке поэтому я стараюсь делать мебель как можно облегченную поэтому у меня эта панель она склеена из как видите мебельный щит внутри дерево по краям фанера но здесь у меня например вклеена не полностью вещи щит скажем массивом внутри а он просто здесь вот идет широкая рейка там 60 миллиметров здесь тоже 60 миллиметров здесь пример 60 миллиметров и вот эту часть я склею подушу я знал что здесь буду вырезать мы здесь посередине чтобы не прогибалась поэтому панель получается очень легенькой и шкаф сам по себе получается очень легкий он может висеть спокойно на стенке без но такое интересное было желание просто без всяких ножек на получше можно было убираться там и какие-то вещи под не под шкаф ставить итак я отпилил теперь возвращаюсь обратно на свой этот самый стол ставлю раковину перенеча здесь то есть по сути вот он сейчас должен совпадать но он сейчас не будет совпадать потому что другая часть она выше то есть вот именно другая сторона шкафа она у меня выше поэтому мне чтобы подогнать мне вот эту часть нужно будет нижней часть надо будет стачивать так чтобы это самое чтобы скос был поскольку это тоже сферическая то сейчас она у меня сейчас я вот поставил она сейчас у меня упирается на нижний край который в общем-то должен быть убран в итоге вот в итоге хочу показать конечный результат конечно форма довольно сложная трехмерная и каждый сантиметр имеет свою форму поэтому поймать полностью сто процентов конечно не получается то в принципе ты не нужно что здесь еще будет эпоксидной смолой покрываться краситься то есть зазор все равно нужно какой-то но тем не менее самое максимальное конечно это не не на виду но как видите сложную форму все равно можно поймать повторить хотя еще раз повторюсь очень сложная форма потому что видите она не только так идет она каждый сантиметр у нее меняется траектории тем более что еще внутренние размер вот такие внутренние конечно сложнее подгонять и чем наружная наружную там можно лобзиком рубанком там шлифовальна здесь мне приходилось ленточный шлифмашинка это все это вышлифовывать вот эти все эти подгонять так что ну а сегодня лучше вы видите что результат в принципе можно таким образом можно практически подогнать если бы это простая плоская была бы еще проще так стурно что можно